всем привет 15 ноября продолжаем работать но что рынок российских акций продолжает коррекцию второй день подряд более подробно сейчас разберем эту ситуацию стоит ли ждать глуб более глубокой коррекции стоит ли вообще выходить из всех акции ответим на этот вопрос но и российский рубль а российский рубль по крайней мере на момент записи этого обзора уже торгуется ниже отметки в 90 рублей за американский доллар что здесь какой новостной поток давайте эту тему тоже более подробно разберем друзья телеграм-канал про деньги и рынки обязательно подпишитесь ссылка внизу в описании под этим видео и в первом прикрепленном комментарии давайте уже приступим к обзору и начнем с вами с обзора валютной пары доллар рубль и так на ваших глазах это вечный фьючерс валютной пары доллар рубль кстати здесь сразу вы можете увидеть мою сделку которая открыл еще 27 октября и в моменте она прибавляет чуть более трех процентов то есть мы видим что рубль укрепляется до каких пределов конечно здесь очевидно просматривается уровень 90 рублей за американский доллар плюс-минус либо в данном случае мы говорим про пункты но при пробое данного уровня конечно мы пойдем на более более сказать низкие значения по валютной паре что соответственно будет приносить большие прибыли кстати говоря если у вас есть желание отслеживать мои сделки в моменте их открытия с моими комментариями плюс получать губ более глубокую аналитику фонда рынка россии вы это можете сделать в закрытом канале стратегия про плюс более подробно про этот канал вы можете посмотреть почитать во второй ссылке в описании под эти видео и либо в первом прикрепленном комментарии обязательно подписывайтесь этот канал обязательно будет полезен именно тем кто действительно практически инвестирует или совершает какие-либо сделки на российском рынке акций и так давайте посмотрим с точки зрения всего индекса московской бирже и мы видим что действительно индекс продолжает свое движение но опять-таки если мы будем принимать во внимание сказать основные фундаментальные основы технического анализа да то есть моментами виду то в данном случае говорить оба действительно снижение рынка именно развороте в именно в медвежью фазу пока не приходится пока по крайней мере потому что у нас не соблюдается но принципиально некоторые условия некоторые условия это такие как пробитие ключевых уровней поддержки в данном случае мы говорим про весь индекс но и соответственно это формирование уже конкретной более всем понятно для рынка фигуры разворота в данном случае мы конечно намекаем на двойную вершину пока еще который не сформирована поэтому вероятность того что мы можем все-таки до конца года пойти и повыше она по крайней мере еще не маленькая но опять-таки если мы посмотрим на весь российский рынок сейчас то фактически фактически мы видим что некоторые акции наоборот даже прибавляют но такие как например озон либо такие как ростелеком в моменте конечно динамика разнонаправленная но тем не менее некоторые бумаги торгуются особенно выделяются бумаги которые прибавляют за последние сутки например компания распадская но по компании распадская например вчера достаточно активно обсуждалась вот такая новость что минэнерго заявили о том что экспорт угля из россии по итогам от первых девяти месяцев до то есть начало года уже превысил сто семьдесят шесть миллионов тонн и фактически как тоже минэнерго заявляет есть план до которому следует россия в части экспорта угля а 22 год как мы знаем это вообще особенный был год особенно первые полугодия тогда когда были первые санкции первые так сказать новости в части эмбарго на российский уголь и тогда вся эта история началась в плане роста закупок у европейских потребителей угля и соответственно тот момент сильно взлетели цены на уголь на любые другие товары сырьевого назначения и оттуда конечно результат поэтому если мы будем сопоставлять данные текущего года за 23 годом это неплохой результат но это сказать более простое представление почему например распадская растет и же с ней компания мечел но вот сегодня например в аналитическом клубе стратегия плюс мы более подробно разобрали конкретно распадскую и там мы сформулировали ответы на вопросы и попытались все-таки спрогнозировать будущее движение опять-таки ссылка внизу подписывайтесь потому что эта информация только для тех кто действительно инвестирует теперь что касается валютные пары доллар рубль что здесь но во первых да как мы с самого начала и начали мы видим что судя по всему то эта тенденция укрепление рубля она будет продолжаться вероятно еще длительное время а длительное время это конечно мы уже оцениваем возможно до конца года я даже не исключаю что вплоть до марта следующего года мы с вами будем видеть вот именно тенденцию к укреплению рубля теперь что касается основ и таскать информационного фона здесь тоже не будем с вами глубоко копать все буквально на поверхности начнем с того что буквально сегодня новость cb продал валюту с исполнением с расчетами точнее на 14 ноября на сумму 808 миллиардов до рублей причем на сделки происходили в валютной паре юань рубль как мы с вами понимаем быть по какой причине но и при этом здесь же отмечается что в рамках бюджетного правила банк россии не зеркалирует то есть он обратно как бы не выкупает валюту он только продает и вот если мы с вами сопоставим все новостные моменты за последний месяц это громкое распоряжение нашумевшие по поводу обязательной продажи валютной выручки плюс вот продажи самим банком россии то конечно же здесь ничего другого пока мы не можем с вами предположить кроме как укрепление рубля кстати говоря к этому моменту мы можем добавить еще глобальный фактор это федеральная резервная система сша дать это уже какие-то за океанские вопросы но уже даже на рынке поговаривают о том что фактически в следующем году есть уже предположение у рынка доску глобальных участников что фрс возможно будет даже снижать процентные ставки а снижение процентных ставок фрс это по сути негативный сказать фактор для доллара сша на глобальном рынке а если глобальный рынок будет оценивать доллар по более дешевым ценам то есть фактически доллар будет падать цене то это будет поводом для роста товар на сырьевых рынков это будет нефть расти золото подрастет уголь подрастет и другие виды товаров металлы и так далее и все это конечно не в пользу роста курса долларом вот такие предположения но по крайней мере есть такая точка зрения вот еще один очень интересный момент например вот буквально 14 ноября на ведомостях и была опубликована информация что бизнес сообщил о так называемом круговороте рублей в общем коротко суть в том что например компании крупные экспортные компании наши российские они например получает экспортную выручку в рублях там за рубежом рассчитываются с ними за товары сейчас не будем не берем во внимание за конкретно какие товары в общем и целом и затем а так как вот это распоряжение которое предполагает обязательную продажу валютные выручки там по моему если память не изменяет в пределах 90 80 процентов 80 процентов валютной выручки то здесь нет вот в этом распоряжении вообще в принципе вот в этой директиве конкретики четкости то есть даже если компания получает выручку в рублях но это экспортная выручка и это расценивается вроде бы как типа валютная выручка тем не менее даже если она в рублях и получена за рубежом то значит компания все равно обязана должна продать валюту да именно за проданный товар то есть получается что компания вынуждена вот эти рубли которые она получила в качестве оплаты за свои товары на них там за рубежом покупать валюту затем эту валюту переводить в коммерческие российские банки и уже через эти коммерческие банки продавать валюту здесь в россии то есть получается с одной стороны вроде бы как это фактор укрепления рубля что в общем то мы и видим да мы только что посмотрели на вот этот график а с другой стороны здесь возникает вопрос зачем вот это двойная конвертация зачем такие хитро-мудрые схемы и уже есть такая точка зрения честно сказать я даже вот к ней пришел самостоятельно когда осмыслил вот эту всю ситуацию знаете вот так как у нас есть некоторые проблемы с получением валюты извне да так как мы принципиально стоим на том чтобы осуществлять так называемый дедоларизацию но а можем ли полностью от валюты вообще отказаться например от тех же долларов сша либо от евро ну конечно же нет и мы об этом как-то говорили причем со ссылкой на топ-мейджера втб того же андрея костина который кстати об этом четко сказал что мы не можем от долларов вообще отказаться но это не лепится в настоящий момент времени и получается что вот такая схема она напоминает знаете как некая специально созданный механизм для того чтобы валюта в россию поступало а кто покупает валюту ту которую продает экспортные компании только раз сначала покупает за рубежом потом переводит в россию и здесь ее продает но скорее всего я конечно не сказать не имеет доступ к каким-то более закрытым информационным источникам но вероятно покупает сами коммерческие банки крупные возможно корпорации приближенные к например российским властям либо крупным системообразующим организациям то есть здесь вывод такой что вот эта продажа она конечно же укрепляет рубль но ведь и валюта тоже формули копится понимаете она копится потому что она вероятно всего не выходит за контур возможно речь идет об оплате каких-то импортных направлений потому что все-таки импорт сейчас хоть и параллельный какой угодно но он есть но и плюс ко всему спрос на валюту он тоже имеется друзья вот такие вот моменты поэтому например вот я вижу валютную пару доллар рубль на примерно в таком сценарии то есть сейчас мы конечно же стоим на поддержке возможно сделать сделаем манипуляции прокол локальный отскок вверх казалось бы начнет начнется вот эта тенденция к ослаблению рубля но я думаю что цели 88 рублей за американский доллар возможно не сразу может быть в начале следующего года мы вероятно все увидим друзья вот такие вот момент на сегодня но как дальше будет развивать ситуация конечно покажет время рынке а пока на этом все спасибо за внимание ваши комментарии лайки подписка и до встречи следующих обзорах пока